Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Новый профиль. Аксусский сахарный завод, кроме основного направления, запускает новую линию. Корона-2. О готовности региона ко второй волне коронавирусной инфекции рассказали ответственные должностные лица. На что жалуетесь? На дорогу? Жители города Уштобе жалуются на некачественную укладку дорожного полотна. Время собирать свеклу. В Алматинской области в активной фазе уборка урожая сахарной свеклы и ее переработки. Два завода в нынешнем году планируют переработать более 550 тысяч тонн сладких клубней. Однако процесс выращивания культуры весьма трудоемкий. И для выведения отрасли на твердый рентабельный процесс, по мнению специалистов, нужна дополнительная господдержка. Ситуацию на контроле держит Аким Алматинской области. Он пообщался со свекловодами и намерен выделить необходимую сумму. Айден Дюсимбинов свеклу сеет в последние пять лет. Переквалифицироваться на эту культуру решил после принятия программы развития свекловодства в регионе. По его словам, помощь государства в виде субсидий, удешевленного ГСМ, кредитования в приобретении техники стали решающими факторами. Государство поддержку дало очень хорошую. Это, во-первых, те же семена. Мы же семена, например, весной налички столько, например, 20-30 миллионов уже не даем, а осенью рассчитываемся. Это тоже большая поддержка, потому что крестьяне тоже повезти только затратим. Мы только осенью все берем. Весной первые поли были очень тяжело. Как мы знаем, это не от нас зависит от природного катаклизма. Как в горах не было дождя и коротали, просто элементарно воды не было. Было очень тяжело, но вышли с положения. Как-то Акимат помог, все эти вопросы решили, кто свеклу сел, тем какие-то льготы были, чуть больше им воды давали. Ну, я думаю, на это свекла урожайность не дала минуса. Сейчас у меня круговой идет 600 сантиметров сектара. Получать хорошее урожае во многом помогает наука и современная техника. За два года при помощи сервисно-заготовительных центров СПК ЖТСУ хозяйство приобрело 15 единиц. Это комбайны, трактора, подвесная техника. Она-то и помогает максимально продуктивно рассчитать плотность посева. Соответственно, идет точный расход семян, максимальная всхожесть и рост корнеплода. Современная технология, точная, без науки гарантировать какой-то урожай невозможно. Поэтому сейчас вот именно проводится обучающий семинары. Мы семинары начинаем уже где-то в декабре месяце с вызовом хозяйства. Приглашаем поставщиков семян, поставщиков техники. И вот какие вопросы, все вопросы мы отрабатываем. Однако свекловодство все же процесс не из дешевых и весьма трудоемких. Культура требует ручного полива, системной обработки. Поэтому крестьяне обращаются к Акиму области с просьбой достигнуть договоренности с заводами по увеличению закупочной цены, либо увеличению субсидирования. Шесть лет назад, став Акимом области, Амандык Баталов пообещал вникнуть во все нюансы отрасли. И сегодня он не хуже самих свекловодов, знает весь технологический процесс. Потому предложил свой вариант поддержки. 800 миллионов давай мы с местного бюджета выделим. Тем более, расчеты будут в январе-феврале? Да. А? Да. Окончательно? Да. А в свескмой баллорке? Давай, пойдем и посчитай. На данный момент свекловоды из Кальдинского района собрали 60% урожая. Общий вид ожидается 154 тысячи тонн. По области показатель составит 550 тысяч тонн. По словам специалистов, из этого объема будет получено свыше 50 тысяч тонн белого сахара. Насгульбошан, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ. Аксусский сахарный завод расширяет спектр производимой продукции. Предприятие запустило линию жамопрессового отделения сахарной свеклы. Теперь у владельцев откормочных площадок есть возможность приобретения высококачественных кормовых добавок. С деятельностью модернизированного сахарного завода ознакомился лично Акима в Матинской области Амандык Баталов. Прием сахарной свеклы стартовал в конце сентября. На запуск и модернизацию завода требовалось полтора миллиарда тенге. Сумму должен был выделить инвестор, но в связи с пандемией не смог осуществить задуманное, о чем и предупредил властей в начале года. Миссию по запуску предприятия взяла на себя СПК ЖТСУ. По их линии на полтора миллиарда тенге проведена модернизация завода. Поставлена работа по выпуску прессованного жома с последующим его тюкованием в пленку. Это позволит получать высококачественные кормовые добавки. Жом брикетируется. Каждый тюк весит примерно 800 килограммов. Срок хранения товара составляет 12 месяцев. Из 100% переработанной сахарной свеклы получаем 22% качественных кормовых добавок. Модернизация завода уже достигла 85%. Сейчас планируется автоматизация процессов и реализация сырцовой схемы завода. Это приведет к круглогодичной работе завода. Благодаря постоянному техническому оснащению предприятие является не только безотходным, но и в два раза выросла мощность. За сезон можно будет перерабатывать полмиллиона тонн сахарной свеклы. На сегодняшний день Аксухан приняло уже примерно около 60 тысяч тонн сахарной свеклы по трем районам. Примерно обработано около 15 тысяч тонн сахарной свеклы. Выпущено около тысячи тонн сахара. Готовая продукция в виде белого сахара будет насыщать внутренний рынок нашей страны. За текущий год ожидается поставка и переработка 120 тысяч тонн сырья. Для загрузки завода на полную мощность ведется полномасштабная работа руководства завода и области. Это результат нашей совместной работы. И сейчас мы для того, чтобы обеспечить сырьем этот завод, должны увеличить площади пассивные. Чтобы пассивные площади увеличить, нам нужны поливные земли, сахар, поливная продукция. И сейчас мы уже Козлогашскую плотину, правительство помогло, мы восстановили 42 миллиона кубов. Скоро внизу разводящие сети все отремонтируем и будем увеличивать объем свеклы. Потом самое главное то, что здесь работают люди. 500 человек работает на сегодняшний день на этом заводе, получает хорошую заработку. Поэтому это все поручение, вы знаете, Ельмаса мне поручил, президент в своем послании сказал. Все это Алматинской области выполняется и с каждым годом совершенствуется. Совершенствуется. Мы на месте не стоим. Лучше, лучше, лучше делать. Еще одной визитной карточкой Аксусского района будет памятник Борибай-Батыру. Уроженец Аксусского района совершил немало подвигов, защищая землю от нашествия джунгар. По дорожной карте занятости на его благоустройство и озеленение предусмотрено 52 миллиона тенге. Самоустановка памятника и разработка проектно-сметной документации спонсируется меценатами. На прилегающий к монументу территории планируется посадить 100 саженцев ели. Одну из них посадил Аманда Кбаталов, ознакомившись с ходом выполняемых работ. Торжественное открытие памятника планируется 6 ноября. Елеман Раймбек, Ужаслан Шенгинжей, Телекану Аджетсу. В Алматинской области ужесточают карантин. Мера вынужденная отметил на специальном брифинге ВРСК заместителя Акима области Батржан Байшуманов. Статистика заболеваемости по стране растет. В области ситуация под контролем, отмечают в руководстве. Однако быть готовыми к возможной вспышке инфекции необходимо уже сейчас. Какие меры приняты в регионе для сдерживания пандемии, расскажет Рустам Оралбаев. Дефицита с масками и лекарства не будет, заверило руководство. В больницах области сформирован трехмесячный резерв индивидуальных средств защиты и двухмесячный запас необходимых лекарств. А это более 200 наименований препаратов. На эту область выделило почти полтора миллиарда тенге. Пять наименований лекарственных средств будут бесплатно раздаваться людям с симптомами коронавируса. Главная же регион к возможной второй волне коронавируса готов технически. Больницы укомплектованы необходимым оборудованием. Внедряется уникальный метод быстрого распознавания ковидной инфекции. В Талдыкурганской многопрофильной больнице внедрена новая цифровая система для определения коронавирусной пневмонии на ранней стадии. Учитывая опыт первой волны, ранняя диагностика пневмонии является одним из факторов успешного и эффективного лечения. Для лечения больных будет задействовано 3455 медицинских работников, в том числе 851 врачей. Также 45 выпускников вузов, 281 выпускников колледжей и 129 резидентов будут привлечены в медицинские организации. На борьбу с пандемией область еще в марте выделила 13 миллиардов тенге, еще 9 на борьбу со второй волной. Ее предполагают специалисты не избежать, но возможно сделать так, чтобы прошла она как можно безболезненнее. Это будет зависеть от каждого из нас. Социальное дистанцирование и ношение масок обязательно, предупреждают медики, иначе грозит штраф. В остальном регионы в полной готовности. На выделенные бюджетные средства уже приобретено 135 новых машин скорой помощи, 12 передвижных медкомплексов, ведется строительство 13 кислородных станций и еще много, что поможет противостоять опасной инфекции. Впрочем, главным остается строгое соблюдение санитарных норм. В целях заботы о здоровье населения завтрашнего дня снова вводятся жесткие карантинные меры. Все объекты общественного питания в будние дни продолжат работу, но выходные и праздники будут вынуждены перейти на доставку. Изменения коснутся и развлекательных, торговых и других сфер деятельности. 74 зафиксированных случаев заражения коронавирусом в сентябре. В этом месяце выявлено уже около 200 заболевших по области, и статистика только растет. Негативная динамика роста не оставляет другой альтернативы, подчеркнули на брифинге, как ужесточить карантинные меры, учитывая тяжелые последствия первой волны беспощадного COVID-19. Рустам Аравбаев, Габик Абдрахман, Телеканал ЖИЦУ. В рамках дорожной карты занятости в Панфиловском районе реализуется сразу 55 проектов. Особую социальную значимость имеют реконструкция крупнейшей школы района, а также строительство первой государственной амбулатории и жилых томов для социально уязвимых слоев населения в селе Пиджи. Подробности смотрите в материале. Школа Инбекши – крупнейшая во всем районе и принимает школьников с 1991 года. Она рассчитана на 1172 учебных места, включая детей, обучающихся в мини-центре для дошкольников. Реконструкцию она проходит впервые. Раньше учащиеся и работники жаловались на холод в помещении. Теперь же, с обновленной отопительной системой, школа будет теплой и уютной. На ее капитальный ремонт выделено более 900 миллионов синге. Уже в ноябре текущего года она будет полностью готова. Реконструкция школы началась 13 мая. Сейчас на 95% закончены работы. В ноябре объект будет уже сдан. Сейчас занимаемся работой по благоустройству территории. Сейчас работает 65 человек из числа местного населения. Но когда работа была в разгаре, работали порядка 200 человек. До этого с системным отоплением были трудности. Часто было холодно в школе. Сейчас эта проблема устранена. Все окна и двери заменили. Реконструкцию провели. От лица сотрудников школы, учащихся и родителей хочу выразить огромную благодарность. Наш преподавательский состав полностью готов приступить к работе. И с нетерпением ждет окончания строительства. Еще одной радостью для жителей Панфиловского района стало строительство государственной амбулатории в селе Пиджим. Ранее подобные медучреждения были только на частной основе. Теперь же местные жители смогут получать медицинские услуги бесплатно. Строительство данного объекта необходимо. По округу у нас имеется пять жилых массивов. В них проживают свыше 12 тысяч жителей. Пиджим является центром округа. Здесь проживают свыше 7 тысяч человек. Амбулатория сможет принимать до 50 пациентов в день. В начале ноября уже планируется сдать объект в эксплуатацию. Работы по улучшению жизни населения Панфиловского района ведутся и по программе Нур-Ужер. В жилом массиве Нур-Кент округа Пиджим строятся два 60-ти квартирных дома для социально уязвимых слоев населения. Сейчас на объекте трудятся 75 человек. Уже в декабре текущего года дома будут сданы в эксплуатацию. На следующий год у нас также планируется строительство двух 80-ти квартирных домов. Экспертиза уже вышла, проект уже у нас. Бюджетную заявку мы подали в управление строительства. Теперь, как нам с бюджета выделятся средства, мы на следующий год начнем строительство двух 80-ти квартирных домов. На этом работа по развитию жилого массива Нур-Кент не заканчивается. Для обеспечения жильем местного населения будет построено еще два 60-ти квартирных дома со всеми подведенными коммуникациями. Строительство начнется уже в следующем месяце. Уштобинцы жалуются на качество новых дорог. По словам местных жителей, асфальт проложили совсем недавно, а он уже крошится. Видео с доказательством о неполадках возмущенные горожане выложили в сеть. Разбираться в причинах вместе с дорожниками и антикоррупционной службой на место выехала и наша съемочная группа. Тут чуть больше асфальта, здесь меньше-меньше-меньше-меньше-меньше-меньше. Вот так и пошло. Чуть больше, там вообще еще тоньше. А здесь вообще с размером камушка. Вот, совсем тонкий слой. Видите? Вот, тонкий слой. Это видео было снято на улице Совхозная два дня назад. Выявили в ходе мониторинга негативную публикацию представителей антикоррупционной службы. По словам прибывшей на место мониторинговой группы, нарушение уже устранено. Мы находимся на улице Совхозной. На место по выезду прибытия установлено, что, получается, подрядной организацией были данные нарушения устранены. Ответственны за новое дорожное покрытие специалисты компании Silk Road Construction. Помимо улицы Совхозной, они укладывают асфальт еще на четырех других улицах города и в близлежащих регионах. Но таких проблем, как на данном участке, у них прежде не возникало, утверждает директор компании. Все дело, как оказалось, в технических неполадках асфальтоукладочной машины. У нас был асфальтоукладчик, получается, мы его раздвинули, его плиты на шесть метров, и все понимаем, что это техника, технике свойственно ломаться. Боковые его плиты, получается, немного опустились. Из-за неисправности техники, то есть он мог толщины не выдержать, ну и вообще могла дорога как бы чуть пойти кривовато. Сейчас новый асфальтоукладчик придет, мы, получается, все устраним, все исправим. По словам Дидара Омарова, помимо крупнозернистого нижнего слоя, по плану укладка наружного мелкозернистого покрытия. Оно обеспечивает плотность и прочность дорожному полотну. Потому переживать о качестве нового асфальта жителям не стоит, уверяет директор компании. Для проверки при устройстве дорожного покрытия асфальтобетонными смесиями толщину и прочность асфальта или заказчикам, или подрядчик вызывает независимую лабораторию, которая берет пробы асфальта, потом делает лабораторию, испытывает их и делает лабораторию на заключение. Ну это дней 15, наверное, 10, в зависимости, как у них, какое количество у них пробовало. Ну по этой улице они, в принципе, могут в течение трех дней, по-моему, дать. Четыре сантиметра уложен, и на первый взгляд, асфальт, рука крупнозернистая, качественная. Видно, что перемешан с битумом, фракция нормальная. По нормам все совпадает? Ну, на первый взгляд, да. Мы понимаем, что жители города обеспокоены качеством дорог на своих улицах и хотят, чтобы новый асфальт прослужил им долго. Для этого мы делаем всё возможное. Нам им ведётся мониторинг работы подрядчиков. Все возникающие в ходе асфальтирования неполадки мы стараемся устранять. Просим у горожан немного терпения и понимания. Специалисты компании Silk Road Construction, выигравшие тендер на 400 миллионов тенге, прокладывают дорожное полотно на 16 улицах города. Восемь из них уже заасфальтированы. Оставшиеся дороги, как заверяют подрядчики, будут сданы в эксплуатацию до 1 ноября. Одина Смогулова, Аблахо Тухбай, телеканал ЖТСУ. Порядок выдачи микрокредитов изменился в Казахстане. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внедрило процедуру досудебного урегулирования задолженности, сообщает Хабар-24. Теперь микрофинансовая организация обязана сообщать заёмщику о просрочке не позже 15 дней после её возникновения. Тогда как раньше она могла практически сразу обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать долг. Нововведение даёт возможность заёмщику объяснить своё положение и выйти из ситуации мирно. Для этого он в течение 30 дней с даты возникновения просрочки должен обратиться в микрофинансовую организацию с заявлением. После этого там около двух недель рассматривают обращение и в письменной форме сообщают о принятом решении. Если заёмщик не подавал заявление или соглашение так и не достигнуто, микрофинансовая организация может взыскать задолженность на основании распоряжения нотариуса. На автомобильной дороге Нурсултан-Щучинск установили музыкальные шумовые полосы, сообщает закон КИЗ. Музыкальные дороги помогают водителям снизить скорость на аварийно-опасных участках. Мелодия воспроизводится за счёт соприкосновения колёс автомобиля на определённой скорости с шумовой разметкой, выполненной из холодного пластика. При проезде транспортного средства по шумовой полосе со скоростью 90 км в час заданная мелодия меняет звук, тем самым привлекает внимание водителя снизить скорость движения, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного разбития Республики Казахстан. Видеомучений животного сняли жители Актау. В объектив попала отравленная собака, которая билась в предсмертных судорогах. Всё это, по словам очевидцев, происходило на глазах у детей, передаёт Лада Кизет. Вчера утром пришли люди, специально истребляющие диких собак, и отравили её таблеткой. На видео видно, как собака мучилась, это зрелище ужасное. Все дети вокруг неё собрались, это же нарушение детской психики. Они даже труп собаки не забрали, пока я не вызвала участкового, жалуется жительница города. В Актау это не первый такой случай. Ранее 21 октября житель города увидел собаку в бессознательном состоянии рядом с упаковкой еды неизвестного происхождения в 31 микрорайоне. Продолжаем выпуск. Ежегодный конкурс на лучшие традиционные блюда татарской кухни Чак-Чак прошёл накануне в Талдыкургане. Лучшие мастера кулинарного дела оценивали не только вкусовые качества лакомства, но и его необычную презентацию. Наша съёмочная группа побывала на этом вкусном и красочном представлении. Чак-Чак пати. Под таким необычным названием прошёл в Доме дружбы конкурс на вкуснейшее татарское угощение. Состязались в нём семь искусных рукодельниц разных возрастов, со всех уголков Житесуцкого края. Оценивалось кушание лучшими кулинарами республики не только по вкусу. Приветствовался и креативный подход. В какой-то момент родилась идея каким-то образом собрать наше сообщество и представителей других этносов для того, чтобы пообщаться. И таким связующим элементом явился Чак-Чак. Идея несколько месяцев витала в воздухе, потом мы решили её реализовать. И вот сегодня, в кульминационный момент, несколько участников представляют на суд жителей свои произведения. Там действительно это по-другому назвать не получится. История гласит, задумка приготовления незамысловатого, но праздничного на вид угощения принадлежит жене пастуха, приготовившей лакомство по приказу булгарского хана. Именно это блюдо из яиц, муки и мёда дошло до наших времён, как всем известный Чак-Чак. И он этот Чак-Чак её, который она приготовила, преподнёс молодожёнам, своему сыну на свадьбу. И сказал, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, как этот Чак-Чак, чтобы было как золото, чтобы она тянулась в гору, как вот эта гора, чтобы было у вас детей так много, сколько горошин в этом Чак-Чаке. Татарское угощение от Алдыкурганки Кавсарии Яушевой отличилось своим вкусом и своеобразной подачей. Ей, обладательницы Гран-при, вручили сертификат на 50 тысяч тенге. Не остались без внимания и оставшиеся участники. Они удостоили сертификатов на сумму 20 и 15 тысяч тенге. Одина Смогулова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли, пытаясь добраться до Великобритании через Ла-Манш на небольшой лодке, которая перевернулась и затонула у берегов Франции. Тревогу поднял британский яхтсмен, находившийся неподалеку, после чего у французского побережья началась масштабная поисково-спасательная операция с участием шести катеров и трех вертолетов. Она продолжалась до полудня вторника. Тело одного из погибших все еще не найдено. Трое других скончались уже после того, как вместе с другими 15 мигрантами их доставили на берег. У многих из спасенных было переохлаждение, а у некоторых остановка сердца. Британские и французские власти обвинили в гибели людей-контрабандистов, которые занимаются нелегальной переправкой мигрантов. Вторая волна в Центральной Европе. Страны Центральной Европы вводят все новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне второй волны пандемии коронавируса. В Словении гражданам запретили покидать свои районы и города в течение 10 дней. Запрет может быть продлен при обострении ситуации с COVID-19. Также власти страны на две недели отменили оказание всей несрочной медицинской помощи. Кроме того, с субботы будут закрыты все рестораны, салоны, красоты и магазины, торгующие второстепенными товарами. А школы уже переходят на дистанционное обучение. Власти Чешской Республики снова закрыли въезд для иностранцев и на неделю ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки – 15 тысяч. Со среды в Чехии вводится комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Исключения предусмотрены лишь для работающих и оказания медицинской помощи. Тем временем, новый рекорд смертности был установлен в Венгрии. По данным, на утро вторника за 24 часа умерли 63 человека. Это в основном пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Во вторник он снова обвинил протестующих в том, что они действуют по методичке цветных революций и подошли к следующему этапу радикализации, которая уже происходит. По его словам, против них развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. «Мы это должны пресечь», – говорит он. Массовые народные протесты в Беларуси не прекращаются уже два с половиной месяца. Их участники обвиняют власти в фальсификации итогов президентских выборов в пользу Лукашенко. Сам президент потребовал никого не уговаривать, бастующих рабочих, медиков и госслужащих увольнять, а студентов отчислять и отправлять в армию. Однако ни угрозы, ни жесткие меры силовиков пока не действуют на белорусских манифестантов. Они требуют честных выборов. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин